С вами встречается факторно, директор по науке Владимир Дмитриевич Тепан. Мы с вами перед этим встречались на тему, как обеспечить активное долголетие. И одними из критерий или способов это активная, активная, любительная активность. Вот сегодня я хочу вам немножко рассказать, продемонстрировать экспериментальные результаты, под опытным роликом которых был я сам. Как меняются параметры организма в зависимости от изменения нагрузки, стрессовой, патриотической и вообще и так далее. А позволило мне, так сказать, собрать такой экспериментальный материал применение нашего прибора Биомендис и конкретно Биотест. Одно из последних моделей, которые являются, о нем мы с вами уже тоже говорили, если я несколько повторю. Который является мобильным и позволил в реальных условиях похода горного осуществлять мониторинг, экспресс, анализ состояния 12 наших основных систем организма. И вот в реальных условиях, в реальных условиях, не все сценарии, мы в лаборатории не думали уже на диване, а именно и тяжелый такой атропия. В августе этого года мне 30-го, я опять оговорился, не в августе, а в апреле этого года, 30-го апреля мне исполнилось 80 лет. Вот я задумал, так сказать, помирить конфликт тела и духа, вот, путем путешествия в горах. Вот горы это самая естественная возможность для тела возвыситься за усердением духа. Дух нас ведет, а тело должно подчиняться. Так вот, я задумал такое путешествие. Я уже дважды был в Непале, вот, один раз в районе Анапурна, один раз в районе Эвереста, но до него не дошли мы тогда. Вот, повторить третий раз поход в сторону Эвереста и взойти на вершину Калапатар 5600 метров. Это как раз высота нашего гиганта Европы, Эльбруса, который тоже имеет 5600 метров над уровнем моря. А Калапатар, это вершина, является две трети высоты Эвереста, гиганта, который 9,5, 8,5 километров над уровнем моря. И вот, значит, в Калапатар открывается вот такой вид, и чтобы увидеть Эверест вот этого, нужно было, так сказать, лететь в Непал, идти больше там 70 километров в одну сторону, чтобы дойти до этого места, взобраться на высоту 5600 метров, и вот отсюда открывается такой вид. Вот я и поехал. Мы из Москвы через Дубай прилетели в столицу Непала, Катманду, потом маленьким самолетом, которым 16 человек помещается, перелетели в горный район, сюда кроме самолета практически добраться невозможно. Вот, надо больше недели там пешего пути, не машины, не там дуркстопы. А отсюда уже вот 70 километров в сторону Эвереста, вот здесь он расположен. В Непале расположено 13 восьмитысячников из 15, которых на земном шаре вот. То есть это самая высокогорная часть земного шара. Оттуда, когда началось землетрясение, вот, нас вместо Катманду, которое не принимало, из-за того, что взлетная полоса треснула там, отказали систему управления, в общем, не принимало, нас на самолете отвезли на границу с Индией, вот, за 500 почти километров от Катманду. И потом говорят, ребята, выбирайтесь сами, как хотите. То, что мы могли, то и сделали. Но если вот кого заинтересует в конце нашего с вами беседы, нашей встречи, я вам покажу ролик насчет землетрясения. Вот, а пока путешествуем дальше. Значит, я решил, раз я уже иду в горы, нашел попутчиков, вот, то заодно интересно испытать наш прибор биотест в походных условиях, портативный прибор. Раньше у нас, помните, был с компьютерным вариантом, надо было иметь стационарную какую-то технику вычислительную. Сейчас в этом приборе, как вы знаете, я уже об этом рассказывал, здесь сосредоточено все и даже более, чем вот в этом нетбуке. Тут и Wi-Fi есть, тут и возможность интернет, и Skype есть, и возможность любых функций, фотографирование, записи, снятие фильма, фотографии. То есть прибор универсальный. И кроме того, как я говорил, это самый интеллектуальный прибор на сегодняшний день, который, с моей точки зрения, который выпускает фирма Биомедис, потому что в нем совмещены как функции экспресс-мониторинга, контроля функционального состояния, так и терапии, лечения. И обратно, вы подействовали какой-то частотой, какой-то лечебной программой, и тут же можете посмотреть эффект тут или через час, какой эффект на ваш организм, на вашей системе оказало действие вот этой программы. И вообще этот прибор изумительно удобен тем, что вот его портативность позволяет действительно контролировать состояние вашего организма, органов ваших, так сказать, в любой ситуации. Вот сейчас, так сказать, у вас какой-то, так сказать, разговор состоялся на работе, довольно, так сказать, эмоциональный. Вы можете тут же проверить, как на вас подействовал этот разговор, отрицательный или положительный, так сказать, если эмоции были. Если вы, допустим, пообедали плотно, жирно, вкусно, вот нас в горах угощали украинцы, украинским салом, такой шмоток, с удовольствием, так это вредно или полезно? Вы сразу подключили прищепку пальцев, посмотрели, да, вот положительное на вас подействовало, так сказать, где-то питание, а другому отрицательное. То есть вы пошли на пляж, перегрелись, а хорошо это или плохо, тут же оперативно проверили состояние своего организма. То есть прибор в этом смысле в кармане, он лежит вам, так сказать, не мешает. Вы присели на 5 минут, подключили прищепку, и через 5 минут у вас уже есть в базе данных записанное состояние вашего организма в данный момент. После данного воздействия. Ну, по этому прибору, я говорю, вы с вами уже беседовали, немножко я напомню. Значит, основная идея его работы, это, так сказать, контроль вариации сердечного ритма, основных его параметров. Ну, мы с вами перечисляли все эти параметры, их возможности, их диапазон нормы. Я обращу внимание только на 2, ну, 3, вернее. 2 – это индекс напряжения, один из важнейших показателей, который говорит, насколько, так сказать, напряжены системы симпатическая и парасимпатическая, которая управляет работой сердца, наполнением сосудов крови, а значит, все энергетики организма. Вот, насколько напряжены и опасны, и бывают такие границы, когда вообще недопустимо напряжение. Особенно вот при восхожении в альпинизме, на это обратили внимание наши знакомые инсты из Индии, вот, что этот прибор очень, так сказать, полезен во время восхождения. Когда в состоянии горной болезни, когда организм отравляется отсутствием кислорода, вот, то иногда человек сознательно чувствует, что он может работать, а его индекс напряжения и состояние его ордера, он говорит о том, что его немедленно надо спустить вниз, иначе он погибнет. Вот такой прибор с таким индикатором, они говорят, мы бы исключительно нужен. Второй показатель, очень важный, вот, это общая мощность спектра. Это низкие частоты, сверхнизкие и высокие частоты, сумма частот. Вот, очень важным показателем является индекс вариаций, так сказать, симпатической и парасимпатической системы. Вот. Если они уравновешены, то есть мы тратим энергии, сколько же, сколько и восстанавливаем, вот, и частоты об этом говорят, баланс около единицы, то это хороший режим. А вот если, так сказать, мы заходим за границей опаснее, то разбаланс чреват нарушениям функции организма, очень опасный. Вот. Поэтому, значит, сейчас вот будет в судаке конференция нейронаука для медицины и философии. На этой конференции будет более 23 докладов, посвященные вариации сердечного ритма, то есть сейчас и психологи, нейрофизиологи, и медики очень широко используют методику Баевского и смеряют параметры вариации сердечного ритма во время лечения, во время стрессовой нагрузки школьников, когда они, так сказать, к экзаменам готовятся, этих постовых милиционеров или этих работников ГАИ. Вот. Короче, там, где есть стрессовые нагрузки, где есть физические нагрузки у спортсменов, там широко применяется вот метод вариации сердечного ритма, именно по показателям индекса напряжения, общей мощности, вариации, так сказать, вегетативного баланса, вот, ну и, соответственно, контролируется и частота сердечных сокращений, и артериальное давление. Так вот, наш прибор как раз реализует вот эту идеологию Баевского ВМТ, вариации сердечного ритма, вот, и мы снимаем вот интервалограмму, кардиоинтервалограмму, между РР-импульсами измеряем, как меняется, варьируется расстояние, и дальше идет математическая обработка, которая позволяет вот определить среднюю частоту, которая позволяет определить параметры здорового организма. Ну, вот, первый параметр, который сразу бросается в глаза, это форма гистограмма. Если она имеет вот такой вид, то есть, действительно, есть размах достаточно, есть амплитуда одна максимальная, это говорит о том, что вот организм находится в хороших условиях, имеет запас на адаптацию, на приспособление, на перенесение стресса и прогноза. Вот. Следующий важный показатель, это вегетативный баланс. Вот он выражен вот этим кружочком, где зеленая это высокочастотная часть спектра характеризует парасимпатические, так сказать, воздействия на сердечное сокращение. Они замедляют, расслабляются, дают возможность организму успокоиться и восстановиться. А красная половинка этого круга, это интенсивность спектра симпатического, это, так сказать, возбуждающие, активизирующие организм. Так вот, они должны быть примерно пополам. Это вот пример более-менее хорошего состояния организма. Вот общая площадь спектра, это и есть ТП, вот эта мощность, общая мощность. если она достаточно большая, значит у вас энергии в организме достаточно. А если она прижата вот к земле, будем так говорить, очень маленькая апплитуда, то это говорит, что запасы в организме на, так сказать, адаптацию, на борьбу со стрессом нет. вот если гистограмма хорошая, у вас будет вот такая кучная скатерграмма, то есть интервалы первые и следующие, они взаимосвязаны вот такой кучностью. Если у вас нарушение сердечных ритмов, то у вас возникает несколько таких очагов, где возникает волна возбуждения в сердце. Вот примерцательная ритмия вот такая картинка. интегральные общие показатели, я говорил, это индекс напряжения, индекс централизации, высшая нервная деятельность управляется, работа сердца вмешивается как бы, или нижний контур вегетативный сам справляется. Вот если красное, то это говорит о нарушении локального периферийного управления. Вот баланс созидания анаболизма и катаболизма разрушения, это действительно сколько мы тратим энергии, когда идем в гору, и сколько даем организму возможности восстановиться. Ну и это ТП общий запас энергии. Это вам уже все известно. так вот я вам расскажу кратенько так сказать про наш поход и вот про те эмоциональные переживания или трудности. Ну во-первых поход начался 13 апреля с уровня моря будем говорить с нуля с нормального и дальше мы так сказать прилетели в Катманду вот и 15 числа уже на маленьком самолете оказались на высоте почти 3 километра. То есть это вот первый был как говорится воздействие на организм первое. Здесь два показателя у нас частота сердечных сокращений и так сказать индекс напряжения. Дома было нормальный пульс индекс напряжения а как только мы прыгнули в горы индекс напряжения сразу подскочил до 400 12 то есть это говорит что организму очень неприятны такие скачки и дальше мы начали идти набирая высоту 2 800 3 500 4 километра вот дальше 4 100 4 300 5 километров тут мы заночевали мы тут несколько раз ночевали вот 9 дней мы шли и 23 апреля вот как раз состоялось это восхожение на колопотар на цель нашего похода на эту точку откуда хотелось увидеть вы видите тут пульс довольно высокий 200 280 230 там то есть короче это очень так сказать частотные колебания но что интересно перед самым землетрясением вот 25 апреля стряхануло там на тропе 26 нам щебазари вот еще раз повторилось вообще было 50 точков за этот период пока мы добрались до Луквы Луквы это откуда самолетик назад нас должен был везти мы туда 28 числа добрались так вот как раз после вот этих вот стрясок удивительно стабилизировались режимы ну вот здесь показана общая энергия и так сказать баланс аккомодации восстановления и разрушения вот здесь графики как раз и показывают как растет напряжение вот до так сказать 5600 тут высота бор а здесь даты когда это было 23 апреля вот вы видите что во-первых исчезли вот эти высокие ритмы так сказать которые связаны и с кислородным голоданием и с физической нагрузкой исчезла вот вариация ритма связанная с мерцательной ритмией то есть ритм стабилизировался это вот как бы лечебная процедура вот этого воздействия а энергетика вот индекс напряжения очень сильно тоже меняется колеблется в процессе движения вот вверх и вниз вот что интересно было наблюдать это так сказать вот такая синхронность вот общей мощности которая то возрастает то падает то возрастает то падает и индекс вегетативного баланса отношения вот низкой частоты к высокой вот они такой колебательный режим он напоминает тетанус веденского когда мы мышцу тренируем вот или так сказать пример когда вы зимой выходите на улицу сразу вам очень холодно потом вы зайдете в магазин потом снова выйдете уже вам легче еще зайдете в магазин еще раз потом для вас мороз не сражен так и организм себя ведет за время пока мы шли наверх до верха он стабилизировался более-менее то есть баланс вот этот вегетативный к норме пришел к единице почти это говорит о таком будем говорить лечебном действии вот этих нагрузок связанных с кислородным голоданием и физической нагрузкой все время пришлось идти вверх достаточно затрачивая большую работу ну и вот то же самое подтверждает общеспектральная мощность или анаболизм катаболизм то есть расход и восстановление то есть организм в колебательном режиме находился то есть он в течение дня тратил очень много энергии а за ночь как бы набирал силу и восстанавливался для работы на следующий день значит ввелся контроль за состоянием наших 12 основных функциональных систем что интересно что они тоже чутко реагируют органы вот на нагрузку в первые дни сердце так сказать давало красный сигнал говорил о том что напряжение очень высокое значит печень тоже а так остальные органы желтым цветом говорили небольшое так сказать напряжение или так сказать расслабление синий цвет вот в конце нагрузки то есть когда мы уже маршрут так сказать на максимум прошли на высоту и начали спускаться почти все органы перешли в режим зеленой морды то есть стабилизировался организм вот по всем нашим системам ну вот основные выводы которые можно сделать из этого путешествия нашего во первых в течение 10 дней организм действительно адаптировался к эпоксии и физическим нагрузкам высокого это подтверждают слайды аритмии высокочастотные составляющие частоты середжа и сокращения прекратились в конце действительно ритм стабилизировался но объединство мне сказалось что организм как бы накапливает энергию вырабатывается и постоянную нагрузку то есть со днями со временем он уже начинает эту нагрузку переносить нормально ну и я уже говорил о том что аналогичные работы очень многие города ведут и организации медицинские и спортивные и психологи вот и конкретно эти измерения наши подтверждают выводы последние в этом году работы вот ростовчан они поднимались на Эльбрус на такую же высоту и измеряли те же параметры что ему так сказать Баевскому что интересно закономенности полностью совпадают то есть общая энергетика колеблется с ростом накопления запасов вот баланс вегетативный выравнивается то есть коррелирует полностью с этой работой по работе высокогорья ну аналогичные результаты Нижнем Новгороде получены там они регистрировали параметры по Баевскому на так сказать людях которые приносят стрессы на работе я уже говорил это полицейские на школьниках на спортсменах и у них параметры закономенности такие же как и у нас вот это очень приятно это говорит о том что прибор является ну так сказать аттестованной что наши показания действительно коррелируют и не противоречат другим организациям другим которые применяют другие приборы вот это говорит а по портативности он конечно не уступает им наоборот им преимущество потому что он настолько легкий и малогваритный что его можно внести в кармане и вынуть так сказать клещевку подключить к пальцу и за 5 минут получить состояние своего параметры состояния своего организма ну вот литературу Баевского я раньше упоминал вот а это материалы этой конференции подстоящей в судаке вот и работы Ухтамского Веденского по физиологии поэтому вот общий так сказать вывод и пожелание из нашего путешествия из этой работы вот это побольше двигайтесь применяйте биомедис как действительно неразлучный прибор который должен быть с вами в любой ситуации на работе дома дороги педагога побольше в подог~~ В в в в 30-чм в в Продолжение следует...